Сегодняшняя наша лекция Экция посвящена одной из сложных и достаточно интересных тем в русском языке, а именно основным единицам синтаксиса – словосочетанию и предложению. Словосочетание – это сочетание двух самостоятельных слов, которые связаны между собой подчинительной связью, представляющей собой связь двух неравноправных слов, одно из которых является главным, а второе – которому задается вопрос от главного зависимым. Например, печатать на чем? На компьютере. Работать как? Плодотворно. Вода какая? Негазированная. Предложение как основная единица синтаксиса выражает относительно законченную мысль и характеризуется интонационной завершенностью, основной функцией которого является коммуникативная. Давайте теперь, дорогие слушатели, обратим внимание на основные моменты нашей сегодняшней лекции. Первый. Что представляет собой словосочетание и какова его основная функция? Второй. Посмотрим, чем словосочетание отличается от слова, фразеологизма и предложения. Третий. Что такое предложение и какова его основная функция? Четвертый. Проанализируем типы предложений, выделяемых в зависимости от коммуникативной функции. Пятый. Рассмотрим главные и второстепенные члены предложения. Основная функция словосочетания. Основной функцией словосочетания, так же, как и слово, считается номинативная, то есть называние предметов действительности. Но, в отличие от слова, словосочетание это делает более подробно, точно, детально. Например, сравните. Листик, пожелтевший листик. Из чего складывается значение словосочетания? Значение словосочетания определяется значением тех слов, которые входят в его состав. И этим отличается от значения фразеологизма, которое нельзя рассматривать как сумму значений, входящих в него слов. Сравните, например, фразеологизм «пудрить мозги», то есть «обманывать кого-то» и словосочетание «пудрить носик», «лицо». Таким образом, слово и фразеологизм мы воспринимаем как готовую единицу с постоянным составом. А словосочетание, состоящее из двух самостоятельных слов, мы производим. Словосочетание – это не коммуникативная единица. Словосочетание не является коммуникативной единицей, чем и отличается от предложения. Мы общаемся друг с другом предложениями, которые, кстати сказать, могут состоять из одного слова, но не словосочетаниями, которые никогда не состоят из одного слова. Словосочетание делится на три большие группы в зависимости от главного слова. Первое. Именные, в которых главное слово является существительным, прилагательным, числительным. Например, «индийский чай», «любоваться закатом», «седьмой день». Второе. Глагольные, главным словом в котором является глагол, в любой форме, включая формы причастия и дейпричастия. Например, «интересно рассказывать», «рассказывал», «рассказывающий», «рассказывая». Третье. Наречные, где главным словом является наречие. Например, «слишком красиво». Согласование как вид подчинительной связи. Согласование – подчинительная связь, при которой зависимое слово ставится в том же роде числе и падеже, что и главное. Например, «золотая осень», «золотой осенью», «о золотой осени», «золотой браслет», «нет золотого браслета», «золотое кольцо», «о золотом кольце», «золотые вещи». Главные слова при согласовании. Главным словом при согласовании является существительная или любая часть речи, которая выступает в функции существительного. Например, «уважаемые встречающие», «пройдите, пожалуйста, на пятую платформу». «Вчера был интересный футбольный матч» существительное. Зависимые слова при согласовании. При согласовании в качестве зависимых слов чаще всего выступают 1. Прилагательные – удивительная история. 2. Притяжательные местоимения, кроме «его», «её», «их». «Моего знакомого», «твоей подруги». 3. Порядковые числительные и числительные 1. 8 главой одного приятеля. 4. Причастие сделанных уроков, написанную статью. 5. Существительным – согласованным приложением, которое согласуется с главным словом в числе и падеже, 6. Но не вроде «мамой врачом», «дом новостройка». 6. Количественным числительным в косвенных падежах, которое согласуется с главным словом в падеже. 7. А слово «оба» – вроде «обеих подруг», «обоих друзей». 7. Управление как вид подчинительной связи. 8. Управление – подчинительная связь, при которой главное слово требует от зависимого того же падежа, как с предлогом, так и без него, в котором оно само стоит. Например, «рисовать березу», «беседовать с друзьями», «поездка в Индию». 9. Главное слово при управлении. В качестве главного слова при управлении могут быть 1. Глагол «танцевать», «танцевал», «танцующий», «танцуя вальс». 2. Существительное «танец живота», «написание книги». 3. Прилагательное «радостный от встречи», «схожий с отцом». 4. Количественное числительное «пять человек». 5. Наречие «близко от университета», «наедине с природой». 5. Примыкание как вид подчинительной связи. Примыкание – подчинительная связь, при которой главному слову присоединяется неизменяемое зависимое слово. 5. Главным словом при примыкании бывают глагол «лететь высоко», 6. Прилагательное «очень нежно», «наречие довольно интересно», 7. Существительное «дети помладше», «чай по-индийски». 6. Зависимые слова при примыкании. 7. Зависимым словом при примыкании бывают наречия. «Читай тише», «делает тихо», «ди причастие», «смотрел, улыбаясь», 7. Инфинитив, «желал сделать, думал пригласить». 8. Простая сравнительная степень прилагательного «малыши постарше». 9. Неизменяемые прилагательные «цвет беж», 10. Притяжательные местоимения «его», «её», «их», «сад», «машины», «друзья». 10. Существительное «несогласованное приложение» в журнале «Юнность». 11. Предложение «как единица синтаксиса». Любое предложение представляет собой наименьшую единицу общения. Предложение может называть те или иные события, которые происходят в каком-то времени и характеризуются либо как реальные, либо как и реальные. Например, моя дочь в этом году закончила университет. Событие описывается как реально осуществленное в прошлом. «Моя сестра приедет к нам в гости на Новый год». Событие рассматривается как реальное в будущем. «Вот бы съездить мне когда-нибудь в Индию или Латинскую Америку». Событие мыслится как желательное, то есть и реальное. Отличие предложения от словосочетания. Это свойство предложения, которое дает информацию о реальности и реальности, и времени действия событий. Отличает его от словосочетания, которое подобной информации не имеет. Например, окончание университета, приезд сестры. Значение времени и реальности и и реальности представляет собой грамматическое значение или предикативность предложения. Три группы предложений в зависимости от коммуникативной функции. Все предложения делятся на три группы в зависимости от коммуникативной функции. Повествовательные, вопросительные и побудительные. Повествовательные предложения. Если мы хотим сообщить о чем-либо, то используем повествовательные предложения. Например, Вот и наступила долгожданная золотая осень. Небо потемнело, налетел ветер, послышались раскаты грома, гроза началась. Старый друг лучше новых двух. Пословица. Вопросительные предложения. Для выражения вопроса в русском языке используются вопросительные предложения. Например, Мобильный телефон, друг или враг. Кого можно назвать интеллигентным человеком? Что такое настоящая дружба? Особым видом вопросительных предложений являются предложения с риторическим вопросом, на которые не требуется давать ответа. С формальной точки зрения риторические предложения ничем не отличаются от вопросительных. Но риторический вопрос все же содержит в себе скрытое утверждение. Например, Кто в наше время не имеет компьютера? То есть все имеют. Чего тебе еще не хватает? То есть все имеет. Побудительные предложения. Предложения, которые содержат побуждение, просьбу, приказ, пожелания и т.п. или которые призывают совершить какое-либо действие, называются побудительными. Например, Не прислоняться к двери. Пусть он сам решает свои проблемы. Приходите к нам в гости, будем ждать. К побудительным также относятся вопросительные по форме предложения, которые выражают побуждение к действию. Например, Когда же ты сделаешь это? Ты уйдешь наконец? К этой же группе относятся и повествовательные по форме предложения, выражающие побуждение. Не лез бы ты не в свои дела. Хорошо бы покинул наш дом. Утвердительные или отрицательные предложения. Повествовательные, попросительные и побудительные предложения, в зависимости от того, какое отношение к действительности они выражают, делятся на утвердительные или отрицательные. В отрицательных предложениях обязательно есть либо слово «нет», либо отрицательные частицы «не» или «ни». Например, У него в последнее время нет желания учиться. Повествовательное, отрицательное. В библиотеке ни одного человека. Повествовательное, отрицательное. Не мешайте мне читать. Побудительное, отрицательное. Вам не надоело слушать это? Попросительное, отрицательное. Восклицательные предложения. Повествовательные, вопросительные и побудительные предложения могут выражать различные отношения говорящего к высказыванию. Уверенность, удивление, сомнение, иронию и т.п. Т.е. могут быть эмоционально окрашены. Предложения, которые произносятся с особой интонацией, повышением тона и сопровождаются повышенной эмоциональностью, выделением какого-либо слова, называются восклицательными. Например, Пусть всегда будет солнце. Побудительное, восклицательное. Что ты такое придумал? Вопросительное, восклицательное. И здорово здесь, в лесу. По цели высказывания, предложение повествовательное. По интонации, восклицательное. Высказывания. Предложения, которые рассматриваются с точки зрения коммуникативной функции и интонационного оформления, принято назвать высказывания. Следует отметить, что иногда признаки высказывания можно обнаружить и у единиц, грамматически неоформленных как предложения. Например, у слов предложений «да» и «нет», у реплик, которые состоят из междометий «ай, спасибо». Обращений. Юля, смотри. Главные члены предложения. Главные члены предложения – это такие, которые необходимы для образования минимального предложения. При их отсутствии любое предложение считается неполным, так как не содержит законченной мысли. В двусоставных предложениях это подлежащее исказуемое. В односоставных – главный член односоставного предложения. Например, «наступила зима», «морозит», «летняя ночь». Главные члены предложения или один главный член составляют грамматическую, предикативную основу предложения. Если предложение содержит одну грамматическую основу, то его называют простым, а если две или более основ, то это уже сложное предложение. Например, «он не был на занятии из-за болезни», «простое», «он не был на занятии так, как заболел», «сложное». Все студенты были очень серьезны, писали итоговый дел, «сложное». Определение как второстепенный член предложения обозначает признак лица или предмета и отвечает на вопросы «какой», «чей». Например, в предложении «золотые листья медленно падают на землю» определением является слово «золотые», которое отвечает на вопрос «какие», задамаемый от слова «листья». Определение обычно выражается прилагательным, причастием, местоимением, числительным, значительно реже существительным, наречием, инфинитивом. Дополнение как второстепенный член предложения отвечает на вопросы косвенных падежей и обозначает предмет, материал различных участников ситуации. Например, в роли дополнения в предложении «бабушка купила внучке кофту из верблюжьей шерсти». Дополнения обозначают предмет, кофту, купленный в магазине, материал из шерсти и того, кому предназначена кофта, внучке. Дополнения бывают переходными, если относятся к переходному глаголу и выражаются формой винительного падежа без предлога. Например, рисовать березу, читал письмо, ждать друга. Также они могут выражаться и формой родительного падежа без предлога в отрицательных предложениях, выражая часть от целого. Например, не люблю я этого чая, какого-то конкретного чая. Все остальные дополнения называются косвенными. Например, написать другу, беседовать на разные темы с приятелями, интересоваться музыкой. Обстоятельства, как второстепенный член предложения. Обстоятельства, как второстепенный член предложения, характеризует действие или признак и указывает на время, место, причину, цель, способ совершения действия, условия протекания действия на степень признака. Оно отвечает на вопросы «как», «когда», «где», «куда», «почему» и т.д. Например, в предложении «все медленно кружились в вальсе» слово «медленно» является обстоятельством, которому ставится вопрос от глагола «кружились как». По значению выделяются обстоятельства образа действия, места, времени, цели, причины, условия, уступки, обозначающие различные обстоятельства, при которых происходит действие. А также обстоятельства меры и степени, которые указывают на количественную характеристику. Например, в предложении «почти все студенты, усердно работая над проектом, вовремя сдали его», слово «почти» является обстоятельством меры и степени. А два обстоятельства, усердно и работая, обстоятельствами образа действия и одно времени, вовремя. Чаще всего обстоятельства выражаются наречиями и деепричастиями, реже существительными инфинитивом. Итак, дорогие слушатели, давайте вспомним, о чем мы говорили сегодня в нашей лекции. Первое. Мы постарались разобраться в том, что такое словосочетание и чем оно отличается от слова и предложения. Второе. Что представляет собой предложение? Какова его функция? Третье. Обратили внимание на типы предложений в зависимости от коммуникативной функции. Четвертое. Остановились на вопросе о членах предложения. Пятое. Подробно рассмотрели главные и второстепенные члены предложения. Продолжение следует...